Да, доброго времени суток, именно с вами Данила Рыжкин, и он вновь шагает, вновь по России, и в этот раз в Казань, вновь, это мило, где-то там Дима, и скоро отбытие, ну а в планах посетить места, вот это вот все вы увидите, господи, работаем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима, как видите, не обманываю, вот, вот мы все, а еще пока ехали, оставил жалобу в книге, жалобу, предложение, вот там фотографии на экран, да, почитайте, посмотрите, короче, туалеты у них говно, не закрываются, ага, вот. Вот, сейчас у нас какие планы, ребятишки, покурить, у Дима экскурсию, у меня экскурсию, у меня покурить, вот, потом найти, видимо, место где-либо поесть, либо сразу ехать в наш хостел, загружаться и дальше проводить время, начинать впитывать этот город заново. Так, ну и, как всегда, ребят, работаем. Дорогие онлайныши, короткое включение, мы заселились в наш хостел, в котором мы проведем первые три ночи. Это хостел капсулок, он, вы видите, милый в отражении зеркала, а вот не в отражении. У нас, получается, двойная капсула, вот у этого малого человека, одинарная. Короче, не будем его злить, пойдем экскурсию маленькую проведем. Дима, показывай свою. Ага. А, вон у меня телик где, он откидывается. Все, сегодня все будем налить Симпсонов. Переключу, переключака там была. Да, я очень буду. Я пошел дальше? Ага. Туалеты, души, общее пространство. Здесь как кухня. Сейчас по туалетам и в город будем. Да, и, кстати, здесь обязательно в тапках ходить, чтобы все чисто было. Работаем. Вышли из капсулока. Сейчас будем чуть-чуть перекусывать, пытаться понять, где нам завтракать. Ну и, видимо, направимся в какие-то дальние дали города Казань. А вот, кстати, первый парк с военной техникой. Но самое главное, вы же знаете, что нам необходимо найти кого? Правильно, вождя. Это самое главное. Так, ну все, в общем, мы пришли. Мы туда пришли, не туда? Мы ищем новое место, где можно поесть. А, ребят, двигаемся куда-нибудь, где есть РАФ. Вот туда куда-нибудь. Итак, вновь небольшое включение. Сейчас мы идем кушать татмак в татмак. Немного громко, потому что около большой проезжей части. В прошлый раз в основном мы вам показывали Казань центральной части. Сейчас мы от центра далеко. И, соответственно, вот каким образом выглядит Казань, если не брать центр. То есть, соответственно, большой город-миллионник, стандартный вид. В этот парк мы еще зайдем. В Джинсу парки, да, парк Победы. Изучаем язык. Там много военной техники. В принципе, парк здоровый. Ну и, соответственно, вот так вот. Я думаю, во дворах мы еще тоже походим. И посмотрим на Казань не с точки зрения улиц, где есть бары, а непосредственно виды. Проехала местная достопримечательность. Это машина-значок. Короче, постараемся вам показать также дворы Казани. То бишь, как я сказал уже, не центр с барными улицами, с мечетями, с Кремлем. А, ну, непосредственно, как живет город в отрыве от алкоголя, еды и музыки. Ну, вот так он как-то и живет. Бетончик вешает. Что, ребят, работаем? Работаем, отдыхаем. Мы поели в Татмаке и приехали в центр. Как видите, за мной Мила. И Кремль. И Дима. И Клумба. И Переход. Чтобы попасть вот туда. В планах сейчас перейти в подземки, погулять около Кремля, погулять около дерева растущего из здания. Как оно называется, кто вспомнит? Дворец землеродцев, землеродцев. Это гномий двор какой-то тогда получается. Пройти по центральной улице, потом зайти в ресторанчик, который акцентирован на непосредственно татарскую кухню. Вот. Ну, соответственно, показать всякие места вам и посмотреть на них самим. Да? Да. Работаем. У Димы здесь неопровержимые доказательства теории о чем Дим? О том, что пирамиды построили пришельцы. Вот они припарковались здесь подалеку. Вы понимаете, да? Понимаете, ёптю? Работаем. Ну, в общем, главная достопримечательность Кремля сейчас будет перед вами. Спасибо, да. Вот, а теперь вторая. Что это, Мила? Это нулевая достопримечательность. Все. Мира. Вселенная. А это что? Ну, это создатель, не иначе. А вот из камня что? Из камня это петь. Название состоит из двух слов. Посидиин, дефис. Ну, в общем, очень информационный блог на канале Данила Андреевича, который шагает. И эти ножки тоже шагают, да? Башка стружилась. Соответственно, Кремль. Внутри. И Кока-Кола. Ну, как бы, вы понимаете. В 19-м году, когда я здесь был впервые, Амину, фиг знает, в который раз, мы ничуть все-таки не зашли. И сегодня зайдем, покажем, что там внутри. Да и сами посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А сейчас другой двор Кремля. Уже с представителями христианства. И Дмитрий, шедший к повторению фотографий. Так надо дать. Ну, а сейчас выйдя из Кремля, мы держим путь. А вот к этому дереву, видите? Молодцы, значит, не слепые. А значит, вы внимательно смотрите мой блог. А значит, время подписаться, поставить лайки, комментарии. Поэтому сейчас идем вниз к этому деревцу, посмотрим, потрогаем вот это вот все. И постепенно будем выходить на центральную улицу, на Баумана. Баумана, да ли, центральную улицу? На Баумана. Вот, там прогуляемся, что-нибудь тоже, может быть, куда-нибудь зайдем. Ну, а основная наша задача сегодня закончить вечер на местном ресторанчике, местной кухне. И плюс зайти куда-нибудь в магазин, купить мясо, чтобы его замариновать. И завтра на мангале около нашего хостела его пожарить. Потому что время забронировано, у нас будет там своя отдельная мангальная зона. Ну, а кто я такой, если в городе, в котором нахожусь больше, чем одну ночь, не пожарю шашлык? Ну, ёпара-су-те. Вот, ну, а пока, ребят, как всегда, работаем. Здрасте. Внезапно без руки. Короче, как вы видите, мы очень удачно подошли, потому что дерево пока не подошло. Это с ценой, так как 30 августа будет день города у Казани. И будет тут, видимо, вот это вот все радостное событие. К сожалению, сейчас, видимо, не получится до него дотронуться. Вот. Ну, вот оно, дерево. 20 земледельцев. Ну, как-то. Я не знаю, что тут. Геномов надо искать, короче. Они точно где-то здесь. Они здесь прячутся. Я чувствую. А теперь небольшой ликбез. Сейчас, так как мы вспомнили, точнее, упомянули то, что... Спасибо. То, что 30 августа у Казани день города. Вот. Маленький ликбез. Казань была основана в тысячи пятом году. Соответственно, давайте включаем Джимми Нейтронов и высчитываем, сколько Казани будет лет. Кто-то скажет. Кто-то? Дима, сколько у Казани будет лет? Пусть зрители ответят в комментариях. Кто-то первый напишет неправильный комментарий, тот молодец. А кто напишет правильный комментарий, тот супермолодец. Вы поняли, да? Надо писать комментарий. А еще тут вот такая вот красивая архитектура есть. Видите? Львы, атланты, еще львы, горгульни всякие. Веми, елки, опетели, да? И вообще, смотрите, такой парк. Это прям как у Стэнли Кубрика по Кингу в сиянии. Остался Джек, который такой... А-а-а! И замерзает. Только сейчас тепло. Ну что, уже почитали, сколько лет городу Казани? Короче, я сейчас шутернулся. Вот. Почему? Потому что вот это все красивое. Вот это вот, видите? Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Тут, короче, люди живут. И живут в рамках квартир. Это, конечно, здорово. Но. И вот эти вот красно-желтые детские площадочки, которые так замечательно врезаются в дизайн-код этих великолепных, я даже не знаю, не ампирных, а может, и ампирных, я уж ничего не помню, строений. Вон, у них там даже веранночка с зеленью есть. Ну, и вот такие красно-желтые площадки. Вот таким вот архитекторам руки поотрывать. Эклектика. Эклектика, да. Ага. Тысяча восемнадцать лет, короче, Казани. Ну, что математик, ёпти. Да? Работаем? Мил, мил. Вот для кого мы эту церковь нашли? А для кого она? Для маленьких. Для кого? Ну как, карлечки, да? Или Путов. Как миленько, господи. Или для ворогов. Ну, естественно, Казань. Как и любая провинция. А все, что не моя квартира, это провинция. Это вы должны понимать, так что не оскорбляйтесь. Имеет улочки вот такого характера. Тюремный замок. Следственный изолятор номер один. Милый, ликбез, еще раз, что это? Следственный изолятор номер один. Тюрьма? Да, тюремный замок. Тюремный замок. Из-за молодей себя. Вот. Ну и помимо тюремных замков, в провинциях такого да не бывает. Окей. Вот маленькие такие домики. Такая вот. Здесь уже стандартная двухэтажная Россия пошла. Куда ж без нее? Опять же. В первый раз, в первый ролик, который здесь у меня на канале был про Казань. Там, естественно, этого не было. И в комментариях мне говорили, да ты Казань не видел, не ходил по окраинам. И справляемся. Ходим, снимаем, показываем. Иногда удивляемся. Вот миленьким маленьким церквушком для лилипутиков. А с другой стороны, как бы, видим стандартную двухэтажную Россию. Все просто. Ну и как всегда, ребят. Работаем. Ну что ж, вот мы дошли до центральной улицы. И вот помните вон ту башню, откуда я начинал в тот раз вести видеоблог? Ага. До нее тоже дойдем. Да, в общем, ничего и почти не поменялось. Жизнь идет. Мы идем, работаем. Ну что ж, по традиции, как вы видите, но пустые. Почему? Потому что теперь мы очень культурные и скрытные люди. И это не реклама. Рышкин, как всегда, шагает со старыми кёнями забудем. Работаем. Да? Оно. Я же не знаю. Я это обрежу. Нет. Доброго времени суток с вами дадил Рышкин. А почему? А потому что вот с этого начался Рышкин шагает в Казани в апреле 2019 года. Вернулись. Вот. 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 Видите? Ага. А знаете, кого мы сейчас ищем? Вождя. Не факт, что сегодня найдем, но найдем. Дима обещал. Мила обещала. Я обещал. Нет. Вождь будет. Вот иду я сейчас по этой улице и думаю, что она мне напоминает. Что-то европейское. Вот смотрите, видите, да? Что-то такое. Ну, понятное дело, большие индустриальные здания, но что-то европейское. Почему? Потому что эта улица какая? Петербургская. Ага. Коньяк начинает действовать. А мы работаем. В общем, прошли мы все, что надо было пройти и дошли до комплекса, где будем искать местечко, где как раз можно поесть национальных блюд. Ведь это один из важных моментов знакомства с культурой, помимо архитектуры, музыки, театра, кино и так далее, это кухня. И кухня даже более важна, потому что она была до того же самого киноиндустрии, музыкальной индустрии и так далее. Соответственно, сейчас будем искать, где в этом комплексе этот ресторан и садиться есть. Скорее всего, мы его нашли. В общем, поели, попили, укутались, потому что начался дождь, и сейчас будем думать, куда и как. По заведению. По заведению. Во-первых, детальный обзор будет у меня в телеграм-канале, поэтому ссылочка в описании. Вот это все. Если без этого, то три звезды из пяти. Почему? Первое. Некоторая посуда была грязной и сколотой. Второе. Вначале официант начал хорошо, но в дальнейшем скатился к навязчивости. И третье. Это то, что сама кухня, она, скажем так, если у вас руки плюс-минус привыкли к готовке, вы ее сделаете дома, и ничего эксклюзивного, по сути, вы и не получаете. Поэтому тридцать пяти. Как прийти пожрать? Можно. Повторно? Нет. Дима? Качок. Работаем. В общем, гулянки на сегодня мы по себе назаканчиваем. Сейчас спускаемся, угадайте, куда? В метро. Вот так выглядит. И через магазин закупка мяса для мариновки в хостел. Ну или, может быть, еще перед всем посидим, посмотрим. День прошел. Пока что на 20 тысяч шагов они будут еще нормально, продуктивно. Все согласны? Да, вылечен. Дима очень продуктивен. Сегодня оппозит на фотографии. Я думаю, гугл-диск, если он будет туда загружать, он не выдержит. Скажи, что я скушен сегодня. Самый искусный. Дима скушил сегодня жареный творог с рисом, изюмом, которые были обернуты в тесте. И это называется как? Губадья. Губами губадью жареный творог. Это отдельный вид извращения и искусства одновременно. Работаем, ребята. Короче, первый день завершен по традиции. Видимо, теперь сколько у нас тут 25 357 шагов. Нормально для первого дня. С учетом того, что мы бессонные после электрички, которая отправлялась в 5 утра 10 минут. Чем мы успели? Походить, пошарахться, поесть, посмотреть на сопримечательности центра города и на закоулочке возле центра и не только, потому что мы сейчас где-то далеко. Все там. Все нормально. Сейчас возвращаемся в наш отельчик. Маринуем мясо и укладываемся спать, чтобы с новыми силами завтра штурмовать этот, как его, водяные горки, как это называется? Аквапарк? А потом вот тут, вот тут жарить мясо. Ну, как всегда, ребята, работаем. в часах 28 ябл. 2023 года, наш второй день в Казани. Сейчас позавтракали в местной столовушке на двоих на 406 рублей, на троих не знаю, Дима зачитал сам себя. 170 плюс 450, включаем математику. Сколько получается? 120 рублей. 720 рублей, пишите в комментариях. Сейчас идем до автобусной остановки, дабы прыгнуть в автобус и доехать до аквапарка и там мочиться. Ну, вот. На улице сегодня холоднее, чем вчера, но завтра будет, типа, теплее, поэтому сегодняшний день у нас ленивый без долгих перележений, чисто под водой, потом мангал, потом, ну, я не знаю, опять же, дрыхнуть, а завтра нахаживать шаги. В общем, ребята, работаем. Проехав пару километров, оказавшись на, получается, окраине города Казань, мы пододвигаемся, приближаемся к непопулярному аквапарку, так сказать, не для основной части туристов. Основная часть туристов входит в ривьеру, а это у нас как называется? Барионикс. Барионикс. Вот. Как видите, вот такие здесь прекрасные пейзажи. Вот, Казань может быть и такой. А вот там, за деревьями, вот как раз это промышленного характера здания, ну и церковь, естественно, это как раз аквапарк. Опять же, в прошлый раз были в ривьере, что-то у меня буква Р сегодня плохо выходит. Влад, привет. Вот. Были в ривьере. В этот раз менее популярные туристические места, чтобы так за чекиниться поставить галочку. О, видите? А как называется? Барионикс. Во. Фанпарк. Океанариум. Барионикс. Майказанский Вери Вел. Короче, будем туда проникать и все. Я думаю, там снять не будем. Работаем. Мила, Мил, сколько мы здесь? Пару дней, пару недель. Могим нас помнить. В итоге я все-таки решил сделать небольшой репортаж, снять, что происходит в данном аквапарке. Сразу, не советую его в посещении, но мы здесь все равно отбиваем деньги, которые потратили. Короче, что мы здесь имеем? Вот это вот озерко, которое волнами бьет, пару горок, там горка на ватрушках, горка на ватрушках, там почти что черная дыра, но она закрыта, эти так плюс-минус, когда тебя быстро выносят. Там вот детская часть, там кафе, которым очень холодно, потому что включим кондиционер и невозможно внутри сидеть. Вот там это находится. Как я сказал, здесь уже детская часть, здесь просто пятийная часть. Все туалеты, души и даже мини-сауны находятся там. И как мы обнаружили, вот здесь располагается курилка. Соответственно, стоило это за онлайн на двоих человек, что-то в районе 4600 рублей плюс-минус. Дается этот браслет, на котором депозди 3000, и ты можешь заплачивать, а потом уже у кассы расплачивается. В общем и целом, сера, слишком старая. Если бы я здесь был 10 лет назад, было окей, будь ей еще лет 15, а я сейчас здесь сейчас, когда мне 33. Соответственно, без повторений. В следующий раз в Казани будем, точно сюда не заедем. Для закромления галочку поставили. В общем, работаем. наступил вечер, почти ночь. Мы сейчас сидим в мангальной зоне, перекуриваем, ждем, когда предыдущие ребята, которые здесь были, помоют нам посуду, и будем приступать к жарке мяса. Вот так пока это все выглядит. Ага. Ага. И вон там наш, как это, хостел, отельчик. Работаем. Ну что, вечер наш продолжается. Словили казанский вайб превращаем нашу свинью в кого? В жареную свинью. Нет, казанский вайб, все превратили в дракона. В дракона. Вот. Поэтому она у нас немножко прилипает, конечно, здесь у нас странная конструкция, но готовится. Готовится. Поэтому делаем мяско, пьем венцо. Все на позитиве, на чилин на расслабоне. Вам того, что себя желают. Да? Да. и как всегда, ребят, работаем. Отдыхаем. Третий день наших погулявших показаний продолжается. Сейчас плотно позавтракали, пообедали. И, как и обещал, заходим в парк. Вот. Жинцу парки. Помните? Вот. Сейчас будем смотреть на технику. После этого у нас еще будет прогулка по городу до их центрального ЗАГСа, который в форме чаши. Там покатаемся на колесе обозрения, если оно будет нормально функционировать. А вечером у нас барная улица. Коктейли, не коктейли, вот это вот все. Потому что завтра день города Казани. чтобы не попасть в хаос алкогольного вот этого сумбура, у нас барная блин, улица сегодня. Ну а вот так вот выглядит парк. В принципе, сама Казань, она как свободное пространство с отдельными постройками. То есть, если мы не берем чисто как это называется спальные районы, то Казань это площадь, торговый центр, дороги, пару домов. Площадь, торговый центр или бизнес-центр пару домов и опять же дороги. И то есть, если не брать сам центр города, культурную часть города, историческую часть города и не брать спальные районы, которые идентичны любому спальному району любого города в нашей стране там от 100 тысяч жителей, то Казань она какая-то неуютная. Вот в первый год, в первый раз точнее, когда я сюда приезжал, я сказал, что Казань город для жизни. Но знаете, если жить в центре, да, если на крайней, это уже под вопросом, тут в принципе любой город сойдет. Вот, как-то так. Про нюансы Казани, кстати. Такой город, в котором вот вроде бы вот обычный жилой массив, но в чем плюс все-таки этого города, который добавляет ему баллов, бац, и вот такая вот аллейка. Видите? Вот, торшерчик, стульки, столики, отдыхающие сидят, что-то делают. И вот это просто вот так вот, даже не в центре города, это вот, ну, в спальном районе. Здесь такое, да, есть это плюс, просто вот такие пространства, вот видите, там пространство с, вон, водичка бьет, да, то есть мини-фонтанчик. То есть как бы дальше потом пройдешь, будет обычная улица, обычная дорога, но завернул за угол, и возможно во дворе будет вот такая конструкция. Это плюс. То есть если даже ты не в центре гуляешь, есть на что посмотреть и вне центра. Вот это вот плюс Казани. Минус это, как я уже сказал, просто площади иногда никакие, да, и медлительность, кстати, всех процессов в городе. А вот это вот, это хорошо. Прошли еще пару шагов, не без приключений. Приходилось забегать в торговый центр, ну вы понимаете. И дошли до главного ЗАГСа Казани, возможно, всей республики Татарстан. О, чаша с дракошами. И с какой-то сцены, видимо, опять же, к тысяч 18-летию Казани. И вот эти виды. И вот мило. И вот дима. Сейчас пошарахаемся вокруг, возможно, заберемся наверх. Вот, но я оттуда еще поснимаю. Забрались мы на главную смотровую площадку. Получается, наверное, Казани даже. Соревцы вот немного постояли, пофотографировались, посмотрели на виды. Вот такие здесь виды. Вон вид идет, главный. Вон там, Кремли и так далее. Новостройщик. Это мило. Сейчас тут еще немного пошарахаемся. Возможно, пойдем колесо обозрения. Вот оно, видите? Но не факт, потому что я сейчас не наблюдаю движений, чтобы поражняком не шарахаться. Надо будет посмотреть, часы работы. Потому что у нас сегодня в отключке. Кто знает. Подъем, кстати, стоит 150 рублей. Не страшно. Ну, не сам подъем стоит 150 рублей. Проход стоит 150 рублей. А подъем бесплатно. Подъем за счет ваших ножек. Ну, а мы, как всегда, работаем. Итак, музыка закончилась, поэтому временно поговорим. Добрались до колеса обозрения. Поднимаемся. Обозреваем. Ценник у нас. А какой ценник? 390 рублей взрослый, если до 18.00, после 18.00, 450. Это эконом, так называемый, один круг. Есть еще стандарт и VIP. VIP это вообще целый час ты катаешься. Стандарт это два круга. Вот. Не знаю, что можно целый час сделать, ну, блин. Бухать. Ага, ебав, под вот этой камерой. Знаешь, некоторые там делают. Под камерой, ну да. Что, по мусорам? Вообще, вот такие вот виды. Я ничего не вижу, я ослеп. Отпевать уже начали. Ну, соответственно, вот Казань, да, вот. Вот. Это не Казань, это Дима. Это тоже не Казань, это мило. Работаем. Ladies and gentlemen, it's ВОЛД! Мы нашли вождя! Во всех городах должен быть ВОЖД! Спасибо! Теперь он в 3D Вот такой замечательный большой вождь Как большая Казань Простите меня за клинч, но это надо Вот так, работаем В общем, вечер И вышли на Баумангу И сейчас будем шарахаться в поисках коктейлей, какой-нибудь еды и другой вытягивки развлечений, дабы культурно-алкогольно завершить свой третий день пребывания в Казани. Работаем, ребят, работаем! Ну что ж, наш вечер продолжается. Сейчас мы находимся в баре «Коммуналка». Как видите, здесь можно курить прямо в ванне. Смотря на себя любил бы прекрасного. Ну и, естественно, заказать коктейльчики, которые мы уже выпили. Сейчас ходим по туалету и продолжим наше движение по барной улице в Казани. Так, так. В общем, настроение хорошее и, как всегда, ребят, работаем! Песня «Коммуналка» Итак, срочный репортаж. Наша ночь подходит к концу. Мы прошли шесть баров, получается, так. Давайте постараемся их вспомнить. Это была «Тринити», это была «Коммуналка», это был, Дим, этот, как его твой, не «Парадокска»? «Паранойя». «Паранойя». Вот, «Релап», потом был «Рецепт» и сейчас был «Штовф». «Штовф». Вот. Все удачно, все вкусно. Все имеет место быть. Как вы видите, «Бауманка» пустая. Все. Вот. Все наше. Сейчас будем вызывать такси, ехать в хостел, чтобы спать там последнюю свою ночь, а далее переселяться в отельчике и продолжать, что, прожигать, сука, деньги, жизни и время в Казани. Отдыхание. Дима, отдыхание. В общем, ребят, спасибо, что смотрите. Работаем. Так, сейчас идет наш четвертый день. Мы уже с вещами из хостела мы выселились. Сейчас были в... Барин, опять забыл, как называется. Палома. Палома. Палома-Кантина. Вот. Позавтракали плотненько, хорошо. Детали читайте у меня в телеграм-канале. Ну, как всегда, естественно. Сам себе не прорекламируешь, никто не прорекламирует. Идем заселяться сейчас в наши последние отельчики. Вот именно уже отельчики. И далее у нас поездки к храмам всех религий. И там дальше посмотрим по ситуации. Ну, а вечером, наверное, опять выйдем на Бауманку. К Кремлю посмотрим, как Казань будет праздновать свое тысячевосемнадцатилетие. Ну, и как всегда, ребят, работаем. Хотя рука занята, но работаем. С лифт. С здрасте. 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 Угу. Так, сейчас будет быстрый рум-тур в режиме онлайн. Мы не знаем, что у нас ждет. Тридцать третий. Так, здесь кто-нибудь есть? Нет? Никого? Ну, в общем, вот такая вот комнатка. Ага. Вот это не курящая зона. Вот это, видимо, курящая зона. Ну, не знаю. Здесь шкафчик, здесь типа ванной принадлежности, джакузи. А это я. Здрасте, опять. Ну, и окошечко. Вот я вижу ванной принадлежности. Насчет халатов я только не знаю. Есть халаты? Есть халаты? Покажи халат. Вот халаты. Я просто объясняю. Эта гостиница была выбрана по одному единственному принципу. Наличие халатов. Вот это вот все. Вот было бы здесь 2х2 метра, но халаты тоже были бы мы тут. Потому что вот эти женщины всрались халаты. Сейчас, в общем, распаковываем наши вещи, оставляем их здесь и встречаемся где-нибудь с Димой, дабы продолжить наше движение. Вот. Но номер мне нравится, он хотя бы большой. В смысле здесь дышать можно, да, Мил? Работаю. Из отеля мы вышли. Наконец-то я взял себе Рафик. Спасибо. Рафик. Спасибо жене. Кстати, вкусный хороший Рафик. Заходите в Ясный Батч-бар. Вышли из своих отельчиков. Сейчас будем направляться к остановке, да, поехать в храм всех религий. По отелю мини-рум-тур вы видели. Короче, по ходу, после того, как мы оттуда съедем, вот эта вот мисс оставит разъемный прямо отзыв относительно их коммуникаций сантехнических внутри. Ну а так пока продолжаем наш путь и работаем, да. Друзья, порядка 15-20 минут в пути на автобусе и мы на месте. Храм всех религий. Сейчас походим вокруг, возможно, зайдем внутрь, посмотрим на те места, которых были в прошлый раз. Посмотрю, как там ремонт прошел, не прошел. Мне обещали, что все должны сделать. Ну а пока, пока все, да. Будем ходить, путешествовать. Вот по этому всему. Вот, ребятки уже изучают. Работаем. В общем, на этот раз в храм вошли. Вход стоит 200 рублей. Недорого. Сейчас походим, поснимаем, что тут имеется. Есть первый этаж, мы сейчас на нем, соответственно. Потом поднимемся на второй этаж. Интересное, примечательное. Засниму, покажу. Работаем. 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 Часть мы уже прошли. И как вы думаете, кто здесь есть? Ну, как вы думаете? Вождь. Вождь есть везде. Даже в религии. Раз вождь. Два вождь. Мы попали в храм вождя. А, все что ли? Обошли. Сейчас пойдем обратно. А по на улице же. Ну, я имею в виду, что вот у нее часть. Ну и куда же без битлов. Ну и естественно, в храме всех религий есть кто? Котик. Котик. Здорово. В общем, смотрите, здесь какой прикол есть. Видите, вот эти магнитики. Вот магнитик. А вот либо перевод, либо денежку. Соответственно, ты берешь магнитик, отдаешь денежку или переводишь и уходишь. Ну, как бы ты можешь этого не делать. Но мы под деньгами все сделаем нормально. А про то, что чисто все на веру. Религия. Это буддизм. Это осторожно, тут хорошо. 350. 350. 350. Как он уже? Захватывайте. Молодец. Прикольно. А вот так храм всех религий выглядит во дворе. Тут, видимо, будет японская тематика развиваться. Ну, а вот сама архитектура. Ну, японцы-буддисты тоже. Спасибо. Короче, 200 рублей не жалко. И то, что 4 года и 4 месяца назад мне сказали, что Ну, мы тут вообще-то работаем и можно будет все это посмотреть, походить. И смотрите, исправились. Действительно можно. О, будочка. Либо для собачки, либо для котейки, которую мы увидели. В общем, в любом случае, время и деньги потрачены не зря. Все хорошо. Ребята продолжают работать, строят, реконструируют. Те, кто пишет плохие отзывы относительно сатанинское создание и вот это вот больные мысли. Ну, ребят, оставайтесь, пожалуйста, дома за своими проперженными одеялами. Сидите там, никуда не ходите и креститесь друг об друга своими грязными хуями, вот. А тут хорошо, красиво и, в общем, работаем. Да. Брофист. В общем, сейчас наш вечер продолжается и мы вышли из Боревича, дабы посмотреть на салют в честь Казани, в честь Татарстана, в честь вот этого всего. Стараемся поймать брызги денег в небе, а потом вернемся и продолжим немножечко кушать и пить. Как-то так, работаем, ребят. Продолжение следует... Наш, получается, пятый день начался, четвертая ночь закончилась. Сейчас мы собираем вещички, пакуемся. Скорее всего, отвезем их в камеру хранения на вокзал и немножечко погуляем, пошарахаемся, где-нибудь что-нибудь поедим, попьем. Может быть, что-нибудь купим себе в дорогу, потому что в 15.50 у нас отправление обратно в Нижний. Соответственно, на этом наша Казань завершается. Вот, Рыжкин постепенно перестает шагать по данному городу, по столице Татарстана, который вчера исполнилось в 1018 лет. Да, я запомнил. Напоследок немножечко вам видно номера, в котором была проведена ночь. И знаете, он не стоит своих денег. У них тут джакузи протекают. У них тут мини-холодильник. Шкафчик не закрывается. У них здесь, видите, вот ограничитель тоже кривой. Еще свет моргает. Короче, как бы, это, конечно, не 50 тысяч за ночь, но и не 500 рублей. И, соответственно, ребят, поднимаем планку. А то рядом с вами тут Ирбис находится. Переманят всех клиентов. Ну, в общем, что еще сказать-то? Что-то я еще не проснулся. Работаем! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо! Хас идеального! Еще и под песню, которую он заказал. Мини-сюрприз этим. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! А он шикарный! Светечка дает. Вот, грешно, да. Ха-ха-ха! В общем, мы сейчас плотненько пообедали-позавтракали В приятном баре Миллоу И решили дойти показать, что в Казани также есть наш любимый пивной магазин Бермак Нижегородцы распространяются не только на Питер, но и на Казань, и на ближние города Сейчас купим немного продуктов в электричку Пойдем на вокзал, ну и постепенно будем уезжать Как-то так Ну и как всегда, ребят, работаем На электричку еле успели Спасибо долбоебу водителю Который, пусть знает, как лез Запрыгнули на последних секундах Пусть все, возвращаемся в Нижний И как всегда, ребят, работаем 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 Работаем